Дорогие братья и сестры, салам алейкум. У нас очередной фаджр вместе с нашим любимым шейхом Асхатом. И мы с вами давно не встречались, и сегодня очень хотелось бы поговорить о том переживании, о том смятении сердец, которое испытывают многие верующие сейчас на фоне того, что происходит с нашей страной и на ближайших границах. Вот это изменение жизни, нарастающий кризис, неуверенность в завтрашнем дне, большое количество друзей уехали за границу. Как в этой ситуации приобрести вновь уверенность в сегодняшнем дне, в завтрашнем дне, в милости Аллаха, что Аллах Всевышний нас не оставит, что вот это вот беспокойство, смятение, постоянно то, что сердце не находит покоя, как излечить эту ситуацию, дорогой мальчик? Братья и сестры, уважаемые, шейх Руслан, дарак лафикум, джазакум, нахайр, джами'а. Хотелось бы сделать такое напоминание самому себе и всем нам. При любой ситуации мы всегда должны уповаться на Всевышнего Аллаха, Субханаму А.С. Если вы будете искренне уповаться на Аллаха, искренним упованием, то Аллах Субханам А.С. даст вам пропитание, подобно тому, как дают птицы, которые вылетают с пустым желудком и возвращаются обратно в свое гнездо с полным желудком. Потому что полностью она уповает на Аллаха, Субханам А.С., поэтому верующие, мы когда говорим, да, мы полагаемся на Аллаха, у нас есть таваккуль, но этот таваккуль на словах или в сердце? То есть мы должны, аль-хамду лля, искренне мы говорим или нет? Поэтому упование на Аллаха через чтение Кур'ана, через понимание, что Аллах Субханам А.С., при любой ситуации верующие не оставили без своей помощи. Как сказал пророк Мухаммад, ибн Аббас, если все люди вместе соберутся, джинны, люди, чтобы тебе чем-то навредить, они не смогут тебе ни в чем навредить, кроме в том, что предупредил тебя Всевышний, Субханам А.С. Если также все соберутся, чтобы они для того, чтобы тебе принести пользу, не смогут принести пользу только в том, что предупредили для тебя Всевышний, Аллах Субханам А.С. Рок Мухаммад, салаллаху алейху ассалям, как говорится в хадисе, кэна ю'джибу лфаэль, ва яккаргу льдыра. Рок Мухаммад, салаллаху алейху ассалям, любил позитив. Всегда, при любых ситуациях, знаете, всегда были войны. У Курашита постоянно были войны, даже один из их поэтов сказал, Даже мы уходили против своего брата воевать, если даже никого не было, никого, кроме как брата. То есть не находили никого, кроме как брата. То есть постоянно были газоваты и так далее. Но несмотря на все это, пророк Мухаммад, салаллаху ассалям, всегда любил позитив и ненавидел плохое предчувствие, плохие мысли, то, что будет впереди. Поэтому Аллах в хадисе Кудси сказал Я таков, как будет обо мне думать мой раб И в риваите сказано, а в риваите Пусть он думает обо мне, что пожелает Если человек думает, что Аллах при любой ситуации не оставит без помощи То, что Аллах ответит на дуа То, что Аллах даст выход из той или иной ситуации То так оно и будет Если будет плохо всегда думать На сегодняшний день, Субханаллах Удивляюще каждый второй человек стал аналитиком Человек, который дворник, аналитик Студент, аналитик Водитель, аналитик И каждый свою версию какую-то говорит Поэтому мы в этот момент Не должны свое время не на это тратить На это негатив А должны тратить, на что? Связать сердца с Аллахом Скажите, Саша Аллах, Субханаллах говорит в Коране Неужто человеку недостаточно Аллаха? Неужто человеку недостаточно рабу, недостаточно Всевышнего Аллаха? Пророк Мухаммад, полагаясь на Аллаха, когда его изгнали из Таев И он хотел вернуться в Мекку Тогда он попросил дуа у Аллаха, и его провел Кто? Курашид, даже неверующий человек Он взял его под свою защиту Даже Аллах, Субханаллах, может внушить Даже неверующему человеку, чтобы он взял под защиту того или иного То есть, когда человек, Аллах, просит у Аллаха, Субханаллах дуа И какие вещи я бы посоветовал самому себе и всем нам чаще читать в Куран Ночные молитвы, это хаджуд Ведь Аллах, Субханаллах, в Коране говорит Аля битикалиллахи татма иннан кулуб Услышьте, когда человек поминает, Всевышно Аллаха, сердце успокаивается Связывать больше сердца с Аллахом, Субханаллах, и полагаться только на Него Истинным упованием Дорогой человек, просто хотел попросить вас напомнить о том событии, когда была осада Медины Каково было состояние мусульман, каково было состояние их сердец И что помогло пророку Мухаммаду, мирному благословению, успокоить сердца мусульман Которые в этот момент были в смятении Когда они не знали, где найти успокоение и умиротворение Субханаллах, Субханаллах описывает это Балагату лихкулюгу лиханачир То есть, когда был трепет, потому что сердца, они достигли до гортани Субханаллах То есть, от того страха, от того переживания и так далее Но пророк Мухаммад, Субханаллах, аля Саалам Это когда курайшиты взяли в осаду в город Медина И жители Медины, мусульмане, на тот момент, ну как бы потеряли покой Да, потеряли покой Да, потеряли покой Аллах, Субханаллах, не спасла свой сякинь И спасла свое, именно вот эти успокоенные сердца Посланник Аллах, Сааллаху алей Асалам После этого на сердца верующих Рок Мухаммад, Сааллаху алейхинас Салям, сделал дуа Рок был впереди и успокаивал их Аллах, Субханаллах, дал им поддержку Аллахhol⇒ildaー, дал им ответил на их дуа То есть, это опять что указывает Чеха Руслана, уважаемые братья и сестры, даже если ситуация уже перед тобой, ты думаешь, что нет выхода из положения, Аллах обязательно даст выход из положения. Кто боится Аллаха, Аллах из любого положения даст ему выход. Пусть Аллах Всевышний бережет вас, братья и сестры, ваших близких, ваших родных, которые сейчас находятся далеко за пределами страны и, может быть, сейчас в самых тяжелых ситуациях находятся под тяжким испытанием. Аллах Всевышний бережет всех и каждого. Баракова Аллах, до скорых встреч.